Это же интересно. Сейчас я у Татьяны спрошу. Скажите, а что добавили вам на завтрак? На ранее добавили булочки, булочки, сахар и олечек. Вкусно было? Все съели? Да. И булочки. Это школьное питание. Комбинация школьного питания, да? Да, школьного питания у нас ученики. Родители даже при помощи уроков, когда детей забирают. Покупают еду у вас? Да, вот булочки, выпечку. А сетей все очень любят. Старши-классники любят, вот они на большой беремене. А это кафетки на продажу. Это сосиски мы получаем, там дрожжи, это сыр. А за сибирска, ну для булочек тоже. Ну как вам холодильник? У нас камень идет, мы же не сами не составляем. А сейчас мы вот в последнее время делали припущенную рыбку, а рыба в этом кляне. Лучше идет, чем рыбные котлеты? Не едят дети, они дома не едят. Тут у нас учительница есть, я говорю, ну заставляйте. Вот дети учителей есть. Покрубуйте, я говорю, пожалуйста, сами. Вкусное, все хорошее. Заставляйте. Она говорит, да у меня двое детей, дети дома не едут. Да, именно для мытья посуды. Это что там? Это макароны, сосиска, ну а рыбка, чартошка тушеная, когда дети хорошо кушают. Да, бывает картофель тушеный и плюс плов. Да. Рис у нас замечательный. А какой день более такой неудачный, можно сказать? Рыбные котлеты, среда, картофельная пюре. А рыба что безорывная должна быть? Основной поток у вас после первого урока. И вот такой результат, да? Да, 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 да. Это основной поток. В свое время поднимался вопрос, когда булка и молоко. Да. Потому что многие дети там чаем, чтобы заменять. А вот это питание, это будет очень хорошая экономия. Если родители считают, нет. А, ну, порции остаются. Ребенка застаешь, ну съешь, что он полкотлеты, а то же станет. Опять вопрос. Кто с теми детьми будет уставлять питание? Тут будут сидеть. Конечно, они с учителем приходят, это однозначно. Это же все равно не масса. Нет, это не проблема.